Вот так это вот всё происходит. Вот. Немножечко, знаете, ребят, напрягает, конечно, вот это вот срач в комментариях, но в любом случае, я думаю, что адекватные люди не будут обращать внимания. Да, мне комфортно в таком обозрении находиться, потому что я, в принципе, человек открытый. Я люблю контактировать визуально со своими сотрудниками и видеть вообще все перемещения, вообще процесс работы. И вот, не знаю, это, конечно, была такая странная идея о том, чтобы был прозрачный кабинет, но вот мне так хотелось. Я не люблю работать в закрытом пространстве. Я люблю, чтобы было много света, было вот такой, знаете, мой контакт, так скажем, со всеми. Нет, вроде всё чисто. Так, здесь, значит, тоже наш логотип. Так, здесь у нас одна зона, одна рабочая зона. Здесь, отчего, ну, не буду вам показывать, не могу показать пока. Вот, здесь кабинет. Сейчас, здесь кабинет. У нас два конструктора расположены. Вот, тоже творческий беспорядок. Не обращаю внимания. Так, здесь у нас один раскроенный стол. И ещё есть в другом зале, я вам покажу. В общем, здесь в основном у нас, как лаборатория, здесь отшиваются какие-то образцы. Вот. И всё такое. Так, эту зону я вам уже показала. Так, сейчас, секунду, ребят. Так, скрыли прямой эфир сейчас. Так, я не знаю, что... Давайте я лучше отключу сейчас комментарии, ребят. Надо понять, как это сделать. Напишите мне кто-нибудь, как отключить комментарии. Потому что я не могу это читать. Это реально люди просто... Хочется, вы знаете, именно хочется показать людям, которым это интересно. Которым, допустим, занимаются, работают в этой сфере. И которым это будет полезно. А не вот это вот всё. Я думаю, что не только я, а все остальные люди тоже никто не бросил свою работу. И, понимаете, у всех семьи, у всех... У меня большая ответственность за тех людей, которые на меня работают. Это очень большое количество людей. Всем им я плачу деньги, чтобы они содержали свою семью, свои семьи, своих близких. И, понимаете, это огромная ответственность. Я не могу сейчас бросить свою работу из-за того, что такая ситуация. У нас в Армении тоже не так давно была такая ситуация. И очень много семей остались без своих сыновей. И мы знаем, что это такое. Что такое боль, потери, война. Это ужасно. Я, конечно, сочувствую всем. И мы сейчас в тяжёлом положении. И я никому, никому не желаю этого. Но, как бы, ребят, никто не бросил работу. Все работают. И нам нужно нести ответственность за тех людей, которые на нас работают. А это немаленькое количество людей. И у всех дети. Вот. Поэтому огромное количество людей работают в магазинах, консультанты и так далее и тому подобное. И, вы понимаете, как бы, я, как руководитель, несу за всех них ответственность. Поэтому я думаю, что... Не, как бы, да, я просто хочу, я хочу отключить комментарии на самом деле. Я не хочу, Господи, пусть не смотрят. Ну, мне нечего заняться, что ли, пусть не смотрят. Так, здесь у нас, ладно, всё. Вот просто на меня так влияют такие вещи, не хочу. Вот, смотрите. Я просто не могу понять, здесь кто-то мне напишет, как отключать комментарии, я их обязательно отключу. Вот, смотрите. Это у нас здесь вообще должна была быть студия. И мы ее хотели совместить с кабинетом Ники. Но пока это временно отложили. Поэтому эта зона у нас свободна. И в этой зоне кабинет управляющей, Ники. И здесь у нас также проходят примерки. Вот. В общем, такое. Дальше идем. Да, кому интересно, оставайтесь. Кому неинтересно, я буду блокировать всякий негатив. Так, здесь у нас, значит, пробиваются петли, пуговки, всё такое. Дальше на изделиях. Здесь эскизы самые-таки топовые, самых топовых наших моделей. Вот, они у нас вообще развешаны по всему офису, я вам покажу. Так, здесь у нас склад готовой продукции. Здесь все это вот так вот упаковывается. Идет расфасовка и уже отправляется по магазинам. Проверяется товар. Это наш АТК. Вот. Который проверяет наш товар, чтобы не было браков и так далее. После чего это всё уже упаковывается и отправляется. В общем, здесь у нас склад. Пустите меня в этот склад. Так, здесь у нас уборная, у нас две уборные. Отдельно мужская и отдельно женская. Думаю, что это не совсем интересно, поэтому не будем туда заходить. Так, здесь у нас кухня для сотрудников. То есть здесь только они кушают. Вот. У них такой вид на дорогу. Всё чистенько, аккуратненько. Дверки. В общем, всё для удобства нашего персонала. Дальше здесь гардеробная. Это у нас наша гардеробная внизу, а здесь гардероб для сотрудников. Так. Я сюда вернусь, думаю, в конце. Поэтому... Так. Значит, здесь у нас одно из важнейших на вечерах мест это ткани. Так, можно я заблочить? Боже. Так, скрыть прямой эфир. Скрыла. Так. Дальше, ребят. Мне предложили шить. Шить. Вроде жилеты. Так. Вот, смотрите. Это наш склад. Так как снизу ещё не подняли все ткани. Вот. Мы сейчас стараемся здесь прибраться и раскладываем ткани по фактурам. То есть отдельно у нас шёлк, отдельно там принты, допустим. Твит, букли и так далее. Здесь новые ткани. Вот. И вот мы стараемся их расфасовывать. Но... Это одно из моих любимых мест. Сюда я захожу. И, знаете, вот прямо, наверное, вот получаю такое вдохновение. Потому что вижу цвета, фактуры. Какие-то вещи прям во мне вызывают... Какие-то ткани во мне вызывают ностальгию. Потому что есть такие небольшие, знаете, рончики, которые остались там от старых коллекций каких-то. Вот. И поэтому это такое особенное для меня место. Ребят, это исключительно рабочий эфир. Я думаю, что у нас есть большое количество начинающих дизайнеров, предпринимателей и так далее, кого интересует данная сфера. Я думаю, что для них это будет полезно. Так. Я все рулоны узнаю, да. Да, ребят. Я думаю, что наши клиенты, которые постоянные, они узнают все рулоны. Вот. Дальше. Вот здесь у нас также... Так, некуда там кого-то вызывает. В общем, здесь у нас тоже АТАК выдает фурнитуру. То есть швей не имеет доступ в эту зону самостоятельно. На ней всегда висит... На этом складе всегда висит ключ. Ключ. Самостоятельно они не дают. АТАК несет ответственность за эту зону. Эфир провела сегодня, потому что у меня выдалось для этого время. И в телеграм-канале мы с моими девочками решили, что им будет это интересно. И мы решили провести эфир. Я хотела снять видео в телеграм, но девочки сказали, что удобнее будет эфир. Так. Дальше. Вот я вам показываю. То есть так выглядит это наш стенд. Я его так называю. Здесь такие раздвижные двери. Так. Сейчас я вам покажу. И вот отсюда наша АТАК выдает нужные нитки для швей. Вот. Здесь у нас всякие составники. резинки, ленточки. То есть все, что нужно им для работы. Смотрите, на них не заходят. Вот. Им все выдают. Вот. Видите, сколько всего есть там дальше. Посмотрим, что у нас еще здесь есть. Так. Здесь всякие камни, стразы, пуговицы. Видите, разные от наших жакетов. Кто помнит, также у нас есть всякие стразы. Вот такие вот камушки. А, нет, изначально, конечно, не было такого производства. Это все со временем. Вообще-то, в этот офис мы год, наверное, здесь только разместились. Вот. И, конечно, изначально у нас намного меньше. Вот. Дальше здесь также висят везде эскизы. Так, вот здесь вообще у нас должен был быть кабинет второго конструктора, но мы временно сделали это склад образцов, чтобы вы понимали. Склад образцов наших за все время нашей работы пока временно здесь. И плоттер наш здесь. Но мы обязательно перенесем это в другое помещение. И здесь снова будет кабинет конструктора. Далее здесь у нас я не могу вам конечно все показать, потому что здесь у нас отшивается новая коллекция. Вот. Здесь у нас стоит утюг. Это итоговое, наверное, место, где разглаживают все, приводят в товарный вид. Так, здесь у нас работают наши швей. Это основной зал, то есть там у нас более такой лабораторный вариант, а здесь у нас основной зал. Вот. Образцы у нас остаются в архиве бренда. Вот. Мы все с... Вот. Здесь у нас также отпаривается все. туда. Здесь тоже происходит. Работа. Вот здесь у нас еще один закройный стол. сейчас закройщик закончил работу. два закройщика. Один здесь, другой в том зале. Вот. И мы как бы распределяем работу. Этот закройщик для этого зала работает, тот закройщик для того зала работает. Вот. А здесь кабинет тоже еще одного конструктора. Наверное, одного из первых, который работает в нашем бренде. Она просто сейчас уехала к себе в город. Мы ее очень ждем. И ее кабинет тоже ее ждет. Вот. Мы никого сюда не пускаем. Это ее зона. Вот. Она также работая здесь может наблюдать, чтобы контролировать все. то есть работу с закройщиками и со швейми непосредственно. Так. Фабрика находится в Москве, ребят. Вот. И у нас сейчас есть швей, у которых там выходной или еще что-то. Вот. Поэтому не все машинки заняты. Покажу вам, как это все происходит. я думаю, многим интересно. У нас в офисном здании помещения. У нас целый этаж. Спасибо большое. Спасибо. Ну, так это все происходит. Видите, это уже раскроенные швей. Дальше швей вот это все собирают. Мне вообще самое тоже очень интересно. Прихожу, иногда наблюдаю за процессом. Конечно же, любимый латекс. мы недавно приобрели вот эти вот штуки. Раньше ребята сами на руках таскали все эти к утюгу вещи. А сейчас мы купили вот такие штуки. У каждой швеи стоит вот такая стоечка на колесиках. Они все выкладывают и везут на утюг. то есть чтобы самим не тащить. Чтобы не было физической нагрузки. Вот так они все это складывают, а потом уже везут туда, куда им нужно. Вот так. Это тоже, кстати, я об этом вообще не знала. Это швей нам сказали, что есть такие штуки. Ему для них заказали. Так вот. Здесь у нас проходит работа. тоже вам покажу с этой стороны. Вот так. Стараюсь читать, конечно, но да, вы знаете, для меня очень важно было, я, наверное, не из тех руководителей, которые вот неважно, где шьют, главное, чтобы шили. Для меня очень важно, чтобы им было комфортно, чтобы им было удобно. У них есть своя кухня, отдельные свои уборные. То есть все для их комфортной работы. Потому что я ценю труд своих сотрудников, и для меня важно, в каких условиях они находятся, потому что они с утра до вечера здесь, многие задерживаются и так далее, поэтому это очень важно. И также мы следим за чистотой, чтобы все всегда было чисто, у всех белые халатики с нашим логотипом. Вот. Как управлять таким количеством людей, скажите, пожалуйста, очень важно собрать правильную команду, очень важно иметь ответственно управляющего, который знает свою работу, а он, слава богу, у нас есть. Вот. И, конечно же, ежедневный свой вклад, наверное, потому что я здесь каждый день, я стараюсь контролировать и следить за всем. Так, блокирую всех, кто говорит о войне. Так, дальше здесь я показал вам, здесь снова висят наши эскизы. Кто помнит вот это платье, девочки? Помните, с белым воротником? Ну, ребят, мы не выбираем людей на работу по какой-то национальной принадлежности, мы берем их по профессионализму и по навыкам шитья. Поэтому здесь собраны все самые лучшие швей, которых я смогла в рамках своих возможностей найти. Дальше доходим сюда. Здравствуйте, Светлана. У нас прямой эфир, я хочу показать ребятам, что вы делаете. Светлана Николаевна у нас один из самых старых, не в прямом смысле, а в переносном, сотрудник. Очень люблю Светлана Николаевну, она с нами прям с самых азов. Вы помните, Светлана, в каком маленьком кабинете мы с вами работали вдвоем, где нас отделяла вот такая стеклянная стена, и вот мы вдвоем с Светланом Николаевной придумывали все вместе, думали, как это все реализовать, сделать. Светлана Николаевна непосредственно правда, был очень маленький, вы помните, да? Было много эмоций, много фантазий, много жажды, много всяких ночных посидевок. Да, 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 и мы все время думали, вот нам надо вот так, а потом надо вот так, и вот эти вот сумасшедшие идеи, которые были, приходила, рассказывала Светлана Николаевна, она, значит, делала такое лицо задумчивое, значит, вот, надо нам придумать, как это и вот в основном Светлана Николаевна справляется с такой, знаете, ручной работой, которую прям вот дотошно надо проверить, сделать, вот, и вся ручная работа здесь, в этом кабинете с радио, вот, здесь, кстати, вот, вы, наверное, уже видели наши двойки, вот, с вышивкой, это все делается вручную, вот, долгая работа, Светлана? Вот, видите, очень долгая работа, поэтому, те, кто купил, знаете, что каждый, каждый комплект выполнен вручную, индивидуально, все, Светлана, не мешаю, все, работайте, идем дальше, вот, Светлана Николаевна, она сам старый сотрудник, мы ей выделили сразу кабинет, потому что мы ее очень любим, так, здесь у нас Nono Collection Kids, так, здесь кабинет моей мамы, сказать другими словами, потому что она ведет линейку Kids, поэтому этот кабинет ее, вот, здесь, конечно же, вот эту картину, кстати, нарисовала моя сотрудница, она сейчас уехала жить в Дубае, она работала нашей швеей, и управляющей швеей какое-то время, вот, и она была художник, она и есть художник, вот, она мне нарисовала эту картину, я была очень тронута, если она смотрит эфир, мы тебя, Леночка, помним, вот, поэтому она потом переехала, вот, такая вот, от нее осталась приятная картина, да, да, Светлана Николаевна занимается ручной работой, вот, а здесь вот кабинет закрыт, я не знаю, где ключи, но здесь Миланина комната, короче, у нас есть и у нее такой небольшой кабинет, где она занимается английским, проходит ее всякие уроки, когда она со мной на работе, вот, так что вот такие дела, здесь такой, семейный, так, здесь у нас, я вам уже показала, так, здесь Ника, так, закроем, это, и так, и, конечно, мой любимый кабинет, который вы все лицезреете в инстаграме, который я люблю чаще всего снимать, эту зону, вот, это наши переговорные, вот, здесь у нас проходит все, все, подводятся все итоги, делаются все старты, здесь мы решаем все вопросы бренда, поэтому, это одно из моих любимых мест, все очень аккуратно, да, мы стараемся, хотя все время ругаемся, но, так, в общем, здесь мы уже решаем все вопросы, здесь у нас проходят собрания с конструкторами, утверждение моделей, запуск коллекции, собрание с сотрудниками магазинов, и так далее, и тому подобное, каждый раз перед запуском коллекции, я все эскизы собираю на нашей вот этой доске, и рассказываю, какая концепция будет, какая идея, в чем будет фишка, какие детали у нас будут основные, вот, и они все время здесь висят, то есть все начинают в голове, все конструктора обрабатывать все эти идеи, вот, и до запуска следующей коллекции, все это висит здесь, соответственно, мы видим, что мы успели, что мы не успеваем, что нужно там, что-то докупить, какую-то фурнитуру, ткань и так далее, вот, но, в этот раз мы успеваем, Сюнник? Да. Я надеюсь, что мы все успеваем, потому что, вообще, когда вот, знаете, перед каким-то определенным событием, если это съемка, или еще что-то, я нервничаю, поэтому, мне надо успокоиться, что мы все успеем, ну, вот, человек, единственный человек, который может меня успокоить, это вот, и, кстати, кто мне задал вопрос, как управлять такой большой организацией, нужен хороший управляющий, вот, я своего нашла, вот, мы как-то сконтактировались, наверное, сразу, вот, Ника знает свою работу, и она держит всех под контролем, ее все любят, вот, ну, это такой сомнительный, конечно, вопрос, но все же, вот, и здесь, значит, мы в основном проводим все наши, там спрашивают, когда новая коллекция, у нас старт продаж в субботу, старт продаж в субботу, и презентация тоже в субботу, все, уже известна точно дата, мы сами сегодня уже окончательно узнали о дате съемки, вот, вот, ребят, суббота старт, я думаю, что уже все готовы, потому что очень много мне писали о том, когда, когда, вот, так что вот, уже в субботу можно будет сразу же в день презентации, мы будем выкладывать все съемки, бэкстейджи, будем выкладывать фотки, уже все будет в наличии магазинов, вы сможете приобрести, вот, настолько все будет удобно, но, но, но еще важный момент, у нас съемка только первой части, это первая часть коллекции, то есть коллекция очень большая, мы ее разделили на две части, вот, первая будет вот сейчас, и через месяц, наверное, презентация второй будет в коллекции, она уже будет более летняя, такая, там уже больше такой, прям лето-лето, все, ребят, я думаю, что я вам все показала, я не знаю, это было интересно, неинтересно, я думаю, что для всех, кто в этой сфере, я думаю, что это интересно, потому что в свое время мне было бы жутко любопытно, что происходит за кадром, как вообще все это создается, вот, и я думаю, что кому-то мы оказались полезными, и вообще давно просили эфир, дошли руки, вот, поменяй стулья, почему, чем вам не нравятся наши стулья, очень удобные, да, хорошие, вот, так, сейчас хочу чуть-чуть почитать вопросики, и, так, чуть-чуть полистаю, так, 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 пишут, было бы хорошо видеть вас в Валберест, спасибо большое, ребят, спасибо, цвет не подходит, мне? Нет, пишут, что стулья цвет не подходит, ну, вы, вы, хотели, чтобы все было белое, да, на ферме, а мы хотели контраста именно, когда выбирали, что будете дарить сотрудникам на 8? Мы будем дарить им праздник, да, у нас будет праздник, для команды, ребят, по поводу, по информациям, акции, скидок и так далее, мы, в принципе, публикуем на странице, но на коллекшн, и вся информация там, сколько штук примерно одного платья вы шьете? Вот, знаете, сложно ответить, почему? Потому что у нас бывают, вот, два года подряд, повтор, одной и той же модели, и мы просто теряем счет, в каких количествах, но изначально старт, там, сколько у нас минимальное количество? 60 минимум, это минимум. да, это, 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 вот, даже, мне кажется, мы уже давно столько не делаем, у нас, вот, уже мы покупаем рулоны, даже под 150, 200, 250, то есть, это одного цвета, да, да, к сожалению, девушка правильно говорит, у нас, мы, не то, чтобы я не могу сказать, что мы не нуждаемся, но мы просто не успеваем обеспечить количеством товара, свои магазины, чтобы еще переходить сейчас на Балберис, потому что у нас, из-за этого еще мы франшизы не запустили, да, потому что мы не успеваем, сейчас я переключу на этот, потом у меня зарадка все идет, да, я буду, я очень хочу кофе, сделайте, пожалуйста, размеры XS, ну, у нас очень маленькие, ну, S у нас достаточно, да, я с ним туда, можно нам кофе переговорить, Ника смотрит, на тебя смотришь? Я? Да? Нет, я читаю комментарии, я на своем канале, да, может быть, какие-то вам, какие-то вопросы, интересно, задать Ники, как управляющий бренда, я думаю, что она вам ответит сейчас, как раз, пока нам несут кофе, ну, 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 что мне показать, тебя хотят смотреть, давай, будут так добра, я все пишу, она сама пишет? Да, да, ребят, я, касаемо данной ситуации в мире, я, как и все, наверное, люди, адекватные, очень, на все это реагирую, очень сложно работать в таком состоянии, очень непонятно, что будет дальше, и, как бы, ну, сложно в таком эмоциональном состоянии находиться, но, я могу сказать, что, говоря об этом, выкладывая репосты, видео, нагнетая эту ситуацию, мы делаем только хуже, от нас не зависит абсолютно ничего, все это знают, все это осознают, и на сегодняшний день нужно просто вести себя достойно и ждать, как бы, решения выше, так скажем, которые от нас не зависит, и все это отлично знают, и сейчас делать на этом шоу, выкладывать свой инстаграм, все это, чтобы это заходило в рекомендации, чтобы люди переходили, вели обсуждения, было много комментариев на странице, поднимать свой актив, лично мне это не нужно, вот, я в этом не нуждаюсь, я не хочу на своей странице ненужного хайпа, вот, я занимаюсь своей работой, я несу ответственность за своих сотрудников, я никому не желаю зла, я не пропагандирую никакую сторону, вот, и поэтому, вот, моя позиция такая, если кого-то эта позиция не устраивает, есть множество блогеров, которые ежедневно ведут беседы, выкладывают репосты и так далее, вы можете там найти то, что вам интересно, но не здесь, так, у меня зарядки мало, ребята, то бы я, так, так, не знаю, эфир сохранять не буду, дабы, очень много было грязи, поэтому не очень хочется такой эфир сохранять, обращайте внимание, я растроплю, спасибо большое, я надеюсь, что мою позицию я озвучила достаточно подробно, правильная позиция надавила этот хайп на ситуации, днем в слезах, вечером в истории скупов, но я опять же, как бы говорила о том, что это моя позиция, я не хочу строить из себя в этой ситуации какую-то там жертву, здесь не будет, вот в этой ситуации не будет победителей, все люди в своем, в каждом по-своему пострадает, но я также считаю, что это не та тема, которую нужно мусолить в инстаграме, и это неправильно, на мой взгляд, потому что очень многие реально собирают комментарии, выкладывают эти видео, это лишнее, опросы какие-то делают, это вообще какая мистика для меня, как можно вообще это? Поэтому я хочу, я вообще, да, свою страницу, моя страница максимально, наверное, связана с моей работой, я, может быть, даже бы не вела ее, если бы не Nono Collection, если бы не именно связь моя такая с этим всем, и даже если смотреть мои сторис, 85% связано с работой, я думаю, что многие это понимают, адекватные люди это понимают, что если я не буду выкладывать, если я не буду вести, то все это не будет работать, это нужно, поэтому как-то так, ребят, я думаю, что опять же-таки объективные, адекватные люди понимают это все. На меня работают не три, не четыре человека, чтобы я могла просто сидеть и ничего не делать. Все эти люди должны получать деньги, зарплаты и так далее, вот, поэтому нам нужно работать. И так сейчас с экономикой просто будет трэш, уже начался этот трэш, вот, поэтому не будем усугублять. Еще готова ответить на всякие вопросы касаемо работы, я думаю, что сегодня наш эфир именно о работе. спасибо большое, спасибо. Мы стараемся не завышать цены, хотя ткани стали дороже, вот, еще и я умудрилась в этом году закупить супер дорогие ткани, дороже, чем обычно, мы покупали стопроцентный шелк и так далее, и тому подобное, конечно же, я именно в этот период решила это сделать, вот, но мы будем стараться не завышать, чтобы наши клиенты все-таки, все-таки наши вещи были доступными. Да, все сейчас. Так, у нас сейчас уже должна будет быть примерка, поэтому мне нужно будет, видела ваш живого фемолина, посещалась, подойти, очень зря, надо было подойти, я всегда рада девочкам моим. В общем, у нас сейчас будет примерка, это сегодня, наверное, итоговая, да, наверное, примерка у нас из всех, которые были для коллекции, вот, сейчас, там, по-моему, у нас несколько моделей, брюки, которые я очень жду, это, наверное, уже четвертая примерка, потому что я хочу довести до идеала посадку, вот, это очень важно. вы нашли стаканы розовые, я их спрятала, а ты зачем их спрятала? ну, ты бы нашел, у меня все по шкафу. а ты знаешь, что случилось, только всего нашли у тебя. слушай, мы, ты там все попихала в полочки. я экономлю, не здесь все. но мы вчера сидим и говорим, вот кого угодно нету, окей, яси нету, все, у нас траур вчера был, яси уехала, не могла вернуться, потому что отменяли, ты в Сочи же была, да? она была в Сочи и у нее, короче, переносили постоянно рейсы, она не смогла привезти, мы вчера работали без яси, и мы просто... в общем, у нас был вчера траур, нет, яси, мы спустились сюда, не можем найти стаканы, она спрятала стаканы, это было просто, она сегодня приехала, главное, она пишет, что она не успевает выйти, потому что она не выспалась, и Ника говорит, выспись, типа завтра выйдешь, я с утра приезжаю, захожу, и яси сидит, я говорю, яси, ты что здесь делаешь, ты же должна была выспаться, она говорит, я не поняла сообщение, и приехала, бедный ребенок, приехала на работу, прямо с самолета, много у нас армян работает, немало, много, много, да, много, много, так, начался опять, вот это вот, а есть люди, которые чем-то вообще заняты, отдельно, а таких людей будут вопросы, или вот только вот эти, кто флажочки ставит, в офис не требуется, ассистент, нет, офис нет, у нас сейчас, продавец-консультант, девочки красивые, нам нужно, в общем, ладно, не будем оставлять эфир, для тех, кто хочет, для тех, кто хочет высказаться, о политике, оставим это, для других эфиров, вот, в общем, подытожим сегодняшний наш эфир, я надеюсь, что он оказался полезным, спасибо всем адекватным людям, за то, что вы смотрели, я надеюсь, что мы были максимально, я вам смогла показать, все, что вас интересовало, в плане экскурсии, вот, так что, у нас нормальная, но какая реклама лучше работает в начале бизнеса, какая реклама лучше работает в начале бизнеса, смотрясь, что за бизнес, я все время говорю, даже, знаете, к нам обращаются по рекламе, ника вообще разговаривает по рекламе, и я всегда говорю, что я, вот, который заказывает рекламу, он должен объективно понимать, подхожу ли я вообще, под эту, не знаю, под, то, что они предлагают, да, и, допустим, в моем случае, когда я начинала заниматься вещами, если бы, допустим, я понимала, что там у меня фигура не позволяет, снимать некоторые вещи, или, допустим, ну, по каким-то причинам, то я бы, наверное, нашла бы девочек симпатичных, которые там работали, но так как у меня так получилось, что я сама на себе это все показывала, и уже как-то мои клиенты даже привыкли, и все так бы осталось, но я против того, когда девочки, там, немножко весе, или, допустим, ну, не умеют, да, правильно подавать вещи, которые вот лишь бы самим, кто-то, кто ведет сам бизнес, и сами же на себе снимают, это немножко неправильно, лучше найти девочек, которые умеют, важно не только то, чтобы девочка была там, допустим, стройная, худая, нет, девушка должна уметь подать вещи, это очень важно, уметь ее правильно, не знаю, там, подвернуть, завернуть, сочетать, это очень важно, вот, я просто не знаю, про какой бизнес вы именно говорите, но вот если в одежде, то нужно найти, если вы хотите, чтобы кто-то вам снимал эти вещи, нужно найти человек со вкусом, даже, знаете, вот на яднике все им говорю, даже на вешалке можно снять вещь колхозно, а можно снять ее вот очень дорого, под правильным светом, с правильной комбинацией движений и так далее, это очень важно, ребят, это не все чувствуют, они все понимают, вот, например, сейчас как раз пользуюсь случаем, 560, 558 человек нас смотрит, девочки, мы сейчас ищем не просто продавцом в консультации, нам нужны красивые девочки, которые фигуристы, которые не боятся показать свое тело, стильно одеться, вот, и мы хотим сейчас вести набор таких консультантов, которые будут снимать одежду на себе, которые будут подстраховывать меня все дни, когда я не успеваю доехать, вот, и нужны, в общем, красивые девчонки, с обалденными фигурами, спрашивают, куда направлять резюме, вот, я сейчас отправлю номер туда, в чате, девочки, у меня на странице есть номер телефона, Ники, вы можете ей написать, и девочки, я знаю, что много, вот она написала номер, Ника, пишите, девочки с классным, нос дышит, да, все нормально, девочки с классными фигурками, с тайными, с попками, мы ждем, мы ждем ваши фотки, резюме, и к нам на работу, я вам обещаю, будет весело, вот, так же вы наберете популярность, ваше лицо будет видеть ежедневно, все в моем инстаграм, вот, так что, в общем, важна, конечно, фигура, девочки, очень, очень нужна, прям вот, такие, сильно худые, нет, то есть фигуристые, так, 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 скажите, пожалуйста, вы будете шить для тех, кто не модельной внешности, и не высокий, я не высокая, я на шину шилифа, Ника сейчас поддержала вас, и, вот, Ника, невысокого роста, сколько ты у тебя роста? метр пятьдесят шесть, рост, вот, и, в принципе, она почти всегда в наших вещах, так, что это, в общем, девчонки, кто хочет к нам работать, кто хочет со мной показывать наши классные вещи на своем прекрасном теле, мы ждем ваши фоточки, мы ждем ваши фоточки, книги, ватсап, будем смотреть, будем проводить кастинг, я лично буду, Ника будет звать вас на собеседование, я лично буду его проводить, вот, но важно, чтобы не только вы были фигуристой красоткой, а важно, чтобы вы были ответственным сотрудником, то, что вы будете работать с клиентами, то есть вы должны понимать, да, вот, ну, смотрите, рост не так важен, вы можете быть невысоким, главное, чтобы у вас была, у вас были, была фигурка такая, кто-то пишет больше мерит, кто-то пишет маломерит, я уже не знаю, машины не будут у вас пока? Пока франшизу не можем мы запустить, вы сами понимаете, какая вообще ситуация, сейчас вообще непонятно, что будет с экспортом, со всем этим, поэтому, сейчас вообще вот эти все вопросы, касаемо именно вот франшизы, они очень сложные для нас, потому что мы сейчас пока не понимаем, как дальше, как дальше будет работать все это, это правда, что Ника много ворчит? Конечно, конечно, ворчит, но ворчит она не просто так, я с утра ее накручиваю, звоню, говорю, значит, так, вот это мне не нравится, это мне не нравится, я, значит, поехала в Афимов на днях, устроила скандал, и что делать, конечно, звонит Ники, звоню Ники, это не так, то не так, она, я их сейчас убью, я их сейчас порву, в общем, накручиваю я, честно признаю, но просто понимаете, как бы у нас как, у нас такая цепочка, я напрямую не контактирую, то есть я вижу, что-то мне не нравится, говорю Ники, она уже все это исправляет, но все равно ее все любят, но это не точно, я не знаю, о чем речь, если честно, Ника, ты сейчас сюда зря свой номер написала, мне кажется, да, ну тогда, вы знаете, состав, когда Юзи работала, Фати, это, это знаете, это был, знаешь, знаете, когда вот прям начальная школа бизнеса, когда я только вообще, только, только в своей жизни что-то начала делать, и вот, все было настолько, настолько на лайте, по-детски, вот, но это была для меня отличная школа, не только бизнес, но и жизни, так, ребят, по заработной плате, и всем вопросам, касаемо работы, в Nono Collection, пишите по номеру телефона, указан в шапке моего профиля, Ника, она вам все-все расскажет, мы с Фати познакомились, когда она пришла устраиваться ко мне на работу, это было, блин, это было очень давно, вот, целую вечность, не знаю, ребят, страшно я, да, очень, очень страшно, ну, что уже делать, ребят, обидные вещи мне будут писать, ну, потому что на фото, наверное, мы выбираем ракурс, какой-то красивый, а здесь все непонятно, ну, что делать, живем тем, что есть, спасибо большое, спасибо, ребятки, спасибо, дорогие, еще, сейчас моя армия загрызет, того, кто меня обидел, вообще, я жутко самокритична, Ника это знает, я каждый день считаю себя кривой, косой, толстой, поэтому это нормально, поэтому, поверьте мне, я не нарцисс, вообще ни в каком месте, я все время, все время нахожу какие-то отрицательные качества, все, мы идем на примерку, Ника уже прям дышит мне, знаете, вот сюда вот, 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 девочки, мы общаемся с Натой Ильиной, мы, недавно мы где были, а, у Светки на дне рождения, мы все бы отлично потусили, погуляли, вот, Натуля сейчас просто болеет, я знаю, что она сейчас дома, Ильинка работает, все работают, ребят, сейчас вообще, мне кажется, основное, чем мы должны быть заняты, это работой, ладно, все, ребят, прощаюсь с вами, спасибо вам, что смотрели, так много людей, 600 человек, это так круто, спасибо за хороший комментарий, за не очень хороший тоже, спасибо, всех люблю, всех целую, конечно, мирного неба нам всем над головой, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok